Добрый день, микрофон у Владимир Сметанин в нашей студии, в студии особого мнения. Сегодня Михаил Ковязин, депутат Кировской городской думы, заместитель постоянной комиссии Гордумы по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике. Добрый день, Михаил. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим, наверное, можно поздравлять. Да, спасибо. 20 декабря сегодня. Именно сегодня, кстати, проходит итоговая, традиционная итоговая пресс-конференция, которую дает глава государства Владимир Путин. Ежегодно это происходит. В прошлом году, в 2017, если не ошибаюсь, он около четырех часов с людьми общался. Было задано ему более 70 вопросов. Какой бы вы, Михаил, задали вопрос президенту и какой бы вопрос хотели, возможно, бы получить? Хороший вопрос, да. Да. Ну, наверное, я бы задал бы вопрос, когда концентрация усилий президента в том числе, все-таки же начнется не с внешней политики, а с увеличения уровня жизни россиян. То есть, когда с внешней политики, он все-таки перейдет на политику внутреннюю. И, наверное, я хотел бы ответ услышать в этой логике, что в 2019 году. С 1 января, Михаил Михайлович, да? Да. Обязательно. А что конкретно? Ну, конкретно, к сожалению, беспокоит, я думаю, что ситуация в стране такая же, как в Кирове. То есть, несмотря на статистику, уровень жизни точно не растет, вот, а расходная часть, и все там уже заметили, особенно в том числе в ЖКХ, в продуктах питания, в бензине, она растет гораздо быстрее, чем заработная плата. Потому что, если еще в бюджетной сфере индексация проходит, хотя тоже спорная ситуация, насколько она достаточно, то в коммерческой сфере, безусловно, реалии таковы, что индексация проходит не всегда по плановой экономикой, исходя из ситуации в компании, конкурентов. И, безусловно, опять же, если посмотреть независимую оценку, то уровень жизни россиян, он точно не растет в последнее время. И хотелось бы это изменить, там, хоть потому что ресурсы для этого есть, видно, сколько мы вкладываемся, я сейчас говорю не только про деньги, а про время, про эмоции, про освещение этой информации, там, в внешнюю политику, там, в военно-промышленный комплекс. Но хотелось бы, как бы, получить достаточно серьезное внимание, все-таки же, вопросом внутренней экономики, внутренней политики, для того, чтобы все-таки же здесь жизнь стала другой. А как вы относитесь, Михаил, к новостям, в том числе на федеральных каналах, которые повествуют об успехах Российской Федерации на международной арене? Ну, они меня расстраивают в части того, что, ну, за ними, это, знаете, вот, там, такое пришло на ум сравнение, если в стене трещина, можно повесить картину, и трещину не видно. А можно ее постараться заделать. Первое, всегда проще. Вот. Но трещина, там, или дырка в стене, она никуда не делась. Поэтому, безусловно, вот сейчас, смотря федеральные каналы, как бы, ну, вот это меня, ну, правда, печалить и беспокоит, потому что, и когда общаясь с избирателями, там, безусловно, влияние телеканалов очень велико. И вопросы, которые они, там, задают, озвучивают, они, безусловно, в том числе, навеяны здесь, потому что у них создаётся ощущение, что всё здорово, а в жизни всё по-другому. И, естественно, вопрос, а кто тогда где приворовывает, потому что по телеканалу всё хорошо, у нас всё плохо, значит, что-то где-то, кто-то забирает. Вот то, что мне должно быть, сливки попадать, их не хватает. А на самом деле, ещё раз говорю, там, безусловно, есть успехи и в стране, и в городе, и так далее, но, наверное, про них имеет смысл говорить, а не в целом про то, что вот картинка стала хорошей, и нас всё время поджимают где-то враги, и нужно сконцентрироваться на этом. А как вы думаете, улучшение жизни непосредственно жителей нашей страны, сосредоточение внутренних вопросов, это исключительно вопрос финансов, то есть больших вложений в социальную сферу, или что-то ещё необходимо делать? Точно не вопрос вложений финансов, скажем, не только вложений в финансов, потому что, безусловно, там, это вопрос концентрации усилий, потому что сейчас ведь мы живём, там, ну, наша страна устроена так, что достаточно сильная иерархическая структура, поэтому куда смотрит президент, там, очень много, туда же все смотрят. То есть это отчасти понятно, логично, это не только в нашей стране происходит. И, безусловно, если концентрация будет в нас внутри, то все процессы будут сделаны чуть-чуть по-другому, не будет вот той картинки, а будут какие-то, будут результаты, потому что, на самом деле, даже на примере, там, города, там, могу сказать, что что-то достаточно хорошего происходит, и, безусловно, там, изменения какие-то есть, какие-то нет, но вот... Об этом мы чуть позже поговорим, что я думаю... Поэтому я, если закончить ответ на этот вопрос, безусловно, помимо финансов, нужно ещё внимание, и за это заявить не просто на словах, а реальными действиями, показать, что всё-таки же интересуют, в основном, в первую очередь, проблемы внутри страны, а не вовне. Ну, мне кажется, вы не единственный, кто хотел бы именно такой вопрос задать Владимиру Путину, и, может быть, сегодня он будет озвучен, хотя, не знаю, мало на это рассчитываю, конечно. Мы сегодня, в целом, с Михаилом Ковязевым, напоминаю, депутатом Кировской городской думы, фракции «Справедливая Россия», будем говорить о годе ушедшем, о планах на наступающий 2019 год, но, безусловно, вы, наши слушатели, можете задавать вопросы гостям на сайте эхакирова.ру в правом верхнем углу есть специальная форма. Для этого, смотрю я на данную секунду, вопросов пока нет. Накануне, 19 декабря, состоялось итоговое в этом году заседание Кировской городской думы. Давайте сейчас пройдемся по основным, на ваш взгляд, самым важным моментам, которые там обсуждались. Ну, вот, в частности, я почитал материалы, подготовленные кировские СМИ по поводу презентации инвестиционной политики. Да, начальник департамента муниципальной собственности Елена Липунова озвучила эти планы. Ну, и там сразу понятно, что да, планы есть, надо вот это делать, надо это делать, этим заниматься и так далее. А на вопрос, а что вы-то собираетесь делать, как-то такого ответа-то и не прозвучало. Я прав или не совсем? Да. У вас похожие претензии? Да, выступление было достаточно подробным, но оно было очень общим. Это не, там, не, в первую очередь, хочу сказать, там, это не выступление было именно ее командой, это в большей степени констатация той ситуации, которая есть. Потому что, там, Липунова приступила не так давно к обязанностям, и она все так же пока еще не зам по инвестициям, хотя об этом, безусловно, можно потенциально говорить. Отсоции, должность зама после Карпинского, она остается вакантной? Да, она остается вакантной, она не ликвидируется. И это, естественно, там, основной претендент, но, безусловно, глава администрации об этом и заявил, что посмотрит, как она справится с задачей руководителя, там, управления собственности, а потом уже рассматривает следующий вопрос. И ее выступление было подробным, познавателем, но не конкретным, и это был основной вопрос, и претензия со стороны, там, депутатского корпуса, и просто мы договорились о том, что в ближайшее время оно просто перейдет в какие-то детали, потому что вещи, говорит, правильные, понятные, но еще раз говорю, пока в виде конкретных результатов какой-то дорожной карты, то есть вот этого пока нам чуть-чуть не хватило. Но я прочитал, что вы и ваши коллеги попросили, потребовали некую дорожную карту представить уже по конкретно намеченным делам, по шагам в этом направлении, по привлечению инвестиций. Это было, там, посудило, единодушное мнение, там, всего депутатского корпуса, в том числе главы города, о том, что в ближайшее время, там, не, это не о том, что реализовано, а представить дорожную карту, чтобы хотя бы понять по срокам, что происходит в ближайшее время, потому что, безусловно, масса предстоит работы, в том числе в области правовой поддержки, там, законодательной, которой не хватает, там, организационной в виде людей, но представить дорожную карту договорились, там, практически в ближайшее, там, время, там, скорее всего, это будет, там, январь, там, февраль, ну, то есть, чтобы уже... Это первый квартал обозначено. Да, чтобы начинать двигаться, там, дальше, чтобы было понимание того, потому что этого сейчас, безусловно, не хватает, сейчас ситуация, говорю, там, выглядит так, что понятно, что что-то не так, а вот куда двигаться, чтобы было дальше, вот для этого нужна, как раз, та инвестиционная программа, там, чтобы мы понимали, куда мы будем привлекать инвестиции, какие инвестиции, и как они должны быть реализованы. А у вас лично есть какие-то уже видения, предвидения тех механизмов, которые можно запустить по привлечению инвестиций? Вот какую-то обозначить конкретную точку, о, ребят, смотрите, это точка роста, и мы серьезные деньги можем в бюджет города получить. Ну, здесь как раз я, там, опять же, там, не соглашусь с тем, что было и представлено нам, что, в первую очередь, основная, там, одно из основных направлений программы, это все-таки же работа с той собственностью муниципальной, которая сейчас есть, не в виде просто голой продажи, там, пустых зданий, там, аренды и так далее, а именно сделать хорошую оболочку, что можно получить из этого, там, объекта. Продумать профиль. Продумать профиль, помочь в правовой части, повторюсь, если не хватает каких-то регламентирующих документов, и не просто, условно, предлагать инвесторам, там, здания, а уже готовая инфраструктура, объект, который можно реализовать, и чем город, повторюсь, не финансово, а именно с точки правового обеспечения, там, каких-то льготных инструментов, может помочь для того, чтобы это нашло. Потому что сейчас, к сожалению, ситуация следующая, что по итогам 2018 года, понятно, год еще не завершился, но это звучало на Думе, из всех помещений, которые хотело в этом году, там, ну, город продать, выставили на торги, реализовано порядка 5%. Всего лишь? Всего лишь, да. И это как раз не потому, что у инвесторов нет денег, потому что, скорее всего, вот этой конфетке не всегда складывается, потому что, безусловно, кто-то включился и уже увидел какой-то свой интерес в виде будущего бизнеса за тем или иным помещением, там, земельным участком. Для кого-то нужно эту картинку произвести. Я думаю, что вот здесь потенциал, ну, 5% и, условно, уже 100%. Шаг, там, безусловно, даже если будет 15% в этом году или 20%, 25%, это уже увеличение в разы. А в бюджете города в виде доходной части доля, не готов сейчас сказать, там, до цифр, но доля от продажи имущества или сдачи в аренду, она достаточно существенная. Не главная, но она есть. Продажа муниципальной собственности, кто-то ведь это покупает и организует, там, свои бизнесы и так далее. Я верно понял, что вы настаиваете на том, чтобы не продавать, а развивать, вот, да, и получать с этого деньги? Ну, здесь все зависит от вида объекта, и здесь как раз, ну, задача специалистов, там, униципалитета, это понять, что для города выгоднее. Потому что там, я не всегда считаю, что выгоднее сдать в аренду что-то, выгоднее даже и продать, или как что-то, ну, то есть, в зависимости от помещения, от потребностей, есть разные виды. Но то, что город сейчас от этого недополучает, это, безусловно, так. Вот, потому что даже, говорю, там, по своему району скажу, достаточно много помещений. Филейка, напомню. Филейка, да. Много пустующих помещений. Что такое пустующие помещения? Город сейчас за них оплачивает коммунальное платежное. Разумеется, это малая цифра. И эта цифра, да, несколько десятков тысяч рублей в месяц достигает, иногда, если помещение достаточно большое, там, иногда, непонятно, не совсем готовы сейчас как раз для инвестирования, потому что это полуподвальное помещение, там, не красная линия. Но, если, опять же, поработать инфраструктуру, для чего и нужны ресурсы людские, там, в виде, там, у администрации, там. И это, я так понял из выступления, в этом направлении работа идет. Для того, чтобы уже не просто предлагать помещение, а какую-то идею развития этого направления. И тогда для инвесторов, ну, то есть, инвестор иногда хочет просто вложить деньги, подготовил какое-то решение. То есть, тем самым, он готов отбивать их, но не развивать бизнес, а вложить уже под какой-то готовый бизнес-банк. Вот это требование подготовить дорожную карту к администрации по поводу привлечения инвестиций, это будет сугубо вот такая закрытая работа в рамках этого департамента? Или депутаты тут смогут все-таки вносить свои предложения, об этом договаривались, не договаривались? Мы договаривались, что когда будет дорожная карта, то в том числе, там, ряд депутатов предлагали свое участие, если в том или ином формате, там, в виде рабочей группы или нет. То есть, безусловно, депутаты озвучивали о том, что они хотели бы, чтобы этот процесс шел параллельно с их работой, чтобы они включались в этот процесс. И, безусловно, там, почему и попросили дорожную карту, а не, условно, встретиться через полгода, чтобы рассказать о результатах, для того, чтобы увидеть, что планируется сделать, где-то подкорректировать, вместе какие-то вещи обсудить, потому что, возможно, еще здесь очень много будет, что может помочь депутатский корпус, это в том числе, своей работой, где-то какие-то в хорошем смысле корректировки сделать. Я думаю, что здесь должно, вот, если пойдет так, как заявлено, то должно, там, увидеть карту и должно что-то двигаться, получиться. Михаил Ковязин, депутат Кировской городской думы, это ваше особое мнение, у нас сейчас небольшая пауза, полминуты она займет буквально, и мы продолжим. Давайте еще поговорим, Михаил, об итогах заседания городской думы. Вчера, 19 декабря, бюджет приняли городу? Бюджет приняли, да. Вы как голосовали? Я голосовал за. За. А фракция в целом? Да. Ну, у нас здесь, на самом деле, там, и по бюджету, мы... Я поставил, а ваши коллеги из «Праведливой России» в ОЗС, они воздержались, точно в первом чтении воздерживались, а вот как во втором чтении, я тут что-то не посмотрел. Ну, у нас было достаточно много комментариев, ну, и вопросов в процессе обсуждения, вот, но, там, я сейчас не готов сказать за всех, там, но я лично голосовал за, потому что в любом случае бюджет должен быть принят, там. Если с чем-то не согласен для этого, действительно, в этом году было достаточно много чтений, было много времени для того, чтобы внести свои корректировки, что мы и делали, не только мы. Я знаю, что активную работу в этом, ну, провели практически все, там, депутаты. Те, кто захотел, они внесли свои предложения. Какие это приняты? А вы лично? Да, то есть, мы говорили, как раз, там, по включению в бюджет, значит, стоимости проекта на работу, изготовление дороги с твердым покрытием, она в бюджет внесена, это вот улица злополучная, Стахановская и кусок Крупской, про которые мы с вами там... А, понял, понял, да. Бюджет включили, сейчас самое главное, чтобы эта работа, ну, пошла, потому что, безусловно, бюджет, это такая штука, она... Бюджет принят, но, на самом деле, следующий год может нам предпреднести немало сюрпризов, когда придется что-то, там, корректировать, уже на таком... Ну, так обычно и бывает. Поэтому, говорить о том, что, вот, прямо бесполезно что-то, там, ну, на этом примере... И это не только, там, у меня, там, я знаю, что достаточно много предложений было из депутатского корпуса, которые были приняты, если они рациональны и разумны. Безусловно, все поправки в бюджет не из серии хотелок, а из серии... Вот это, считаю, более целесообразно вместо этого, потому что бюджет... Вынужденность такая, да, такая вот... Бюджет бездефицитный, поэтому, прежде чем внести, нужно было предложить, откуда, из какой статьи убрать. Поэтому, по сути дела, все равно вся работа в большей степени насыщалась в социальную направленность. А, безусловно, откуда забирали, ну, вот, из тех проектов, которые депутаты считали менее эффективными и ценными, и, безусловно, там, по-прежнему бюджет не изменился в валовом значении, но просто статьи переформатировались. Еще раз повторюсь, это не только, там, по нашей позиции. Какие-то, там, позиции у нас не приняли, там, какие-то, там, приняли. И это, как бы, как раз, в связи с этим, там, я голосовал за итоговый бюджет, хотя, повторюсь, там, он, наверное, не идеальный, сложно что-то сказать. Много что еще можно было изменить, но время уже прошло, то есть, его нужно принимать, потому что, в том числе, в бюджете есть достаточно большой, повторюсь, социальный блок, и это индексация зарплат бюджетников, и если его не принять, то, следовательно, то есть, ну, ситуация достаточно точно не являлась быть, там, приемлемой для достаточно большого количества жителей. Хотя вопрос бюджетов, там, мне кажется, это бюджет следующего года нужно начинать уже, там, внутреннюю свою работу, уже начиная с января месяца. Ваши позиции ясно, да, принимаем и работаем. Хорошо. Еще все осветили основные вопросы, или о чем-то еще хочется сказать, просто я как-то не обратил внимания, вот основное увидел. Ну, наверное, все, там, в том числе, была презентация про энергосервисный контракт, ну, про него уже достаточно много говорили, там, здесь, опять же, там, много было споров, прений, в том числе, там, у представителей наших... То есть, замена светильника, да, если говорить, просто в городе. Да, замена светильника, да. Но это было не голосование, это было уже, как бы... 600 миллионов? Там цифры, на самом деле, еще сейчас корректируются, потому что был представитель подрядчика, это Ростелекома, да, и поэтому сейчас еще цифры корректируются, потому что, исходя из тех заданий, они будут корректироваться. На самом деле, здесь, ну, обсуждение было, это из, очень, ну, там, похоже, с ситуацией, там, по концессии по теплосетям, там, что лучше делать самим или привлечь инвестора. Мнения разделились, там, ну, я по концессии говорил, и сейчас, там, и по этому вопросу, там, повторюсь, мы по нему не голосовали, это решение, там, в большей степени было информационного характера, там, я считаю, что, безусловно... Мы не голосовали, в смысле, по концессии? Нет, нет, про контракт, да, про концессии, там, ситуация другая, но, опять же, там, мы дали добро, там, большинством депутатов о том, что концессия нужна, сейчас идет работа, то есть, безусловно, там, вопрос очень спорный, вызвал много негативных, там, откликов, но... Я считаю, что, безусловно, там, было две точки зрения, как и по теплосетям, может город сделать своими силами или лучше привлечь инвестора. Вот, и, безусловно, там, с точки математики город может сделать своими силами, наверное, хотя тоже, но с точки зрения сделать быстро сейчас, пускай это будет дороже, то, безусловно, там, я лично, свою точку зрения, я за энергосервисный контракт, потому что, там, безусловно, это можно увидеть результаты быстрее, не будут отвлекаться ресурсы города, значит, на эти вещи, а сконцентрироваться на другом, но, повторюсь, это моя позиция, там, и то же самое касалось и по концессии теплосетей, то есть, можно ли сделать было своими силами, да, можем ли сделать это сейчас, нет, потому что нет людей, нет ресурсов, безусловно, там, компании, которые это делают, это коммерческие компании, они на этом заработают деньги. Задача нас, это, да, ограничить, чтобы это не легло все на плечи, там, жителей, а чтобы все-таки же были компромиссные вещи, потому что говорить о том, что вот энергосервисный контракт, там, по замене светильников, он прямо такой благотворительный, нет, и об этом, к слову говоря, представитель Ростелекома, честно сказал, он говорит, мы акционерное общество, безусловно, мы получим прибыль, участвуем в этом. Прибыль города тоже есть. То есть, не уточнили сколько? Может быть, было бы выгоднее, но, по-честному сказать, людей не хватит, ресурсов, в том числе финансовых, не хватит. И уходить снова там в заемные деньги, ну, точно есть другие ресурсы, есть другие проекты, где это преломление сил лучше применить. Буквально минута у нас остается до рекламы, которая займет полторы минуты, вот перед тем, как на нее уйти, я все-таки вас, Михаил, хочу спросить. Раз уж конец года, на ваш взгляд, какое событие в жизни нашего города, областного центра или региона вы считаете самым-самым-самым главным? Вот не отдельно по отраслям, там, в спортивной жизни, в здравоохранении, в общественной, в социальной, вот прям самым-самым-самым главным. Ответьте, какое, а почему, мы уже после рекламы обсудим. Ну, самым главным сказать сложно. Я, наверное, выражу свою точку зрения, что это признание проблем города, которые существуют, и готовность... Признание тем? Ну, я, в первую очередь, это, безусловно, администрация, то есть, что проблемы есть, я сейчас говорю и про дорожную инструкцию, и про проблему с мусором, еще до начала, там, активной действий мусорной реформы. То есть, проблемы существуют, и есть понимание того, как их решить. Остается, то есть, только сейчас посмотреть, как они будут реализованы. Поэтому, еще раз, считаю, что главная заслуга, это все-таки же обозначение типовых проблем нашего областного центра, вот, в том числе, там, видел, я говорю, форму урбанистического, это тех встреч, диалог, которые происходят, там, совместно с администрацией, в том числе, это и дороги, в том числе, и признание того, что ремонт дворов, там, по проекту, там, комфортная среда, он оставляет, да, оставляет желать лучшего, потому что год назад, когда наш двор попал, и мы говорили о проблемах, фактически, которые попошли, ушло все в никуда. То есть, ну, вроде бы, ребята, радуйтесь, что и так было. Сейчас эти проблемы достаются, обозначаются, дворы не принимаются, то есть, ну, вот, я под этим всем понимаю, еще раз говорю, это то, что признать, что проблемы существуют, они не замыливаются, и надеюсь, что они сейчас должны все-таки же перейти в реализацию. Это вы, самое главное событие, выходящего 2018 года, это признание того, что проблемы есть, и их надо решать, то есть, я так разовью мысль, можно год в этом смысле считать переломным, на мой взгляд, какой-то вы признали? С моей точки зрения, вот в этой части, да, там, как бы, в этой части, да, и сейчас самое главное закрепить эти результаты, и в следующем году уже начать какие-то подвижки, изменения. Касается всего, я говорю, и это более жесткая работа с управляющими компаниями, если говорить в плане ЖКХ, это и заявление о том, что по транспортной инфраструктуре будут какие-то изменения. Хотя, еще раз говорю, это не значит, что все стало здорово, но хотя бы мы по-честному сами себе сказали, что проблем достаточно, их как-то обозначили, и обозначили, во всяком случае, вслух о том, что мы готовы их решать. Ну, дальше же нужно, там, структурировать, анализировать, вот эта проблема первоочередная, это чуть можно на второй план оставить, так я понимаю? Да. Грамотные-то люди так поступают вроде, да, составляют план тогда решения этих проблем. Вы надеетесь, что эта работа начнется. Или активнее просто перейдет еще в более активную фазу. Активнее, это зависит только от нас, я всегда говорил, что если мы не сделаем, ничего не произойдет, если мы об этом будем молчать, то тема может умереть, а нужно об этом говорить. Хорошо, давайте сейчас на рекламу проявляемся. Михаил Ковязин, депутат Кировской городской думы, зам постоянной комиссии Городумы по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике. Кстати, буквально недавно, да, вы стали заместителем? Ну, вчера произошло. Вчера, да, вчера, да. Продолжим через полтора минут. Ну, раз уж я спросил про то, как вы оцениваете итоги года и какое событие можете назвать главным для жизни города, региона, вы сказали, что это переломный момент. Ну, это я сказал, что переломный, да, вы сказали, что это ключевое событие, признание того, что нужно работать, проблем много. А как оценивать работу за этот год с сити-менеджера Ильиша Ульгина и главы города? Елены Ковалевой. Ну, мое мнение, оно точно субъективное, однозначно. Ну, безусловно. Особое. Да, особое, да, мнение. Вот, и я его, наверное... И какую оценку бы, вот я еще забыл свой вопрос. Какую бы оценку поставили по пятибалльной шкале, прям как в учебном заведении? Ну, пять, наверное, не поставил бы, потому что... Есть куда расти. Да, у меня преподаватель говорил, что даже на я, не знаю, на пять, а тут я сказал бы, есть куда расти, потому что пять – это признание, что все хорошо. Ну, наверное, Елене Васильевне Ковалевой твердую четверку, потому что куда расти, двигаться дальше в том же направлении. Там, я вижу, что работа в депутатском корпусе, там, ну, есть позитивные моменты, очень много конструктивной критики. И двигаться дальше можно, наверное, просто как-то по... более... ну, слышать всех, наверное, как какой-то момент. Ну, здесь очень сложно сказать, потому что это мой коллега, и это, правда, там, твердая четверка, потому что пятерку не могу поставить. Вот, главе администрации, там, Илья Вячеславовича Шельгину, наверное, там, поставил бы, там, три, поясню только почему. Мне очень... я уже говорил... Не туда, не сюда. Да, мне очень... я говорил уже тоже на особое мнение. Мне очень нравится его принципиальная позиция по ряду вопросов, правда, очень нравится, я уважаю таких людей. Упертость в хорошем смысле. Упертость в хорошем смысле. Такой и должен быть глава администрации, то есть, неподатливый, потому что... отстаивает свою точку зрения. Вот. Ну, такая оценка за команду, как бы, потому что, как бы, ситуация с коммуникациями внутри, она другая. То есть, если, там, Илья Вячеславович, там, честно и четко отвечает на какие-то вопросы, вот точно не скажешь про его, ну, команду внизу, это, понятно, не его, там, не он не всю ее набирал, но все равно, как руководитель, вот откуда. Потому что много отписок по-прежнему, много пустых писем. То есть, он вроде как отвечает за всех, да, и всю возглавляемую им команду, да. Этого, ну, вот чуть-чуть не хватило, потому что очень много проблем, которые мы писали-писали, и ответы, которые говорят, невозможно. Потом включается совершенно другой фактор, одна фраза, одно решение от главы администрации, и ситуация становится совершенно другой. Следовательно, можно было решить, но нужно было какое-то волевое решение. Таких случаев ни один, ни два, и поэтому, я думаю, что все-таки же здесь место для развития, это все-таки же слышать мнение людей, учитывать их не просто по закону. Все ответы с точки закона все корректные, нормальные, но с точки зрения, там, некой включенности, человечности, бизнесовости, там, да, потому что не просто ответить, что так нельзя, а подсказать, а как по-другому можно, или какое есть решение вопросов. Еще раз говорю, там, даже только по нашему микрорайону за этот короткий срок изменений произошло достаточно много за счет того, что перешли эти запросы общения на другой уровень, на уровень главы, как раз города, там, Ковалевой, на уровень, там, в том числе, там... Через вас, в том числе, получается? Ну, в том числе, где-то через меня, где-то напрямую, в том числе, потому что, ну, видно, что результаты стали другие. И решение, казалось бы, тупиковым... А можно конкретики добавить сразу? Вот какие проблемные моменты были решены благодаря вашему участию? Так уж, переходя к итогам вашей работы, я напомню, что Михаил Ковязин был избран в городскую думу в сентябре этого года, 9 сентября выборы, и вот... Ну, наверное, про итоги, вот, в конкретном решении говорить пока сложно, я скажу, что про то, что получилось сдвинуть. Это, безусловно, это злополучные дороги Стахановская и Крупская. Проект включили, сейчас задача, чтобы его оттуда не исключили, скажем так. Но долгое время главная отписка была, что нет проекта. И если бы жителям сразу подсказали, что нет проекта, но вы, вроде бы, начните работу в сторону движения, изготовления проекта, вот сейчас проект в бюджет включили. Это какая программа, ты еще раз напомнишь, формирование комфортного города? Нет. Или безопасная качественная дорога? Это безопасная, да, качественная дорога, то есть это туда, да. Это отдельный там проект, сейчас просто проект мы пока делаем. И, наверное, там из последних, это у нас, ну, ситуацию с Кчусом все знают, у них достаточно много недостроев, и в поселке Ганино есть такая там, Слобода, городской квартал, где, по сути, люди оказались брошенными, и... Заплатили деньги. Да, они живут в домах, но у них не чистят дороги, у них нет уличного освещения. И на их запросы просто в администрацию, ну, разным инстанциям им говорили, вы не наши, вы там сами по себе. Ну, это, опять же, юридически все верно. Вот, обращение там, как раз же, к главе города, там, позволило не просто, что не вынимаешь, позволило проблему решить с другой стороны. Да, сейчас так, но мы будем двигаться в этом направлении, и, скорее всего, если все пойдет в этом... То есть там, по сути дела, как раз о том, что не просто невозможно, мы пойдем с другой стороны, и я думаю, что сейчас, в ближайшее время, все-таки же, дороги будут взяты на обслуживание и подключены к общей городской сети. Сейчас-то там вообще ужасная ситуация. Сейчас там темно, там не чистят дороги, люди живут, люди заплатили деньги. Это, опять же, вопрос не в городе, это вопрос, там, к застройщику, но, там, с точки не главы, там, города, там, ее ответ как раз позволил найти брешь, там, и, на самом деле, там, чтобы не тратить время, движение туда будет. Это такие два просто простых примера, на самом деле, их достаточно много, там, те вещи, которые, в том числе, не решаются, то есть там есть заполученная, там, деревня Сергеева, в которой, там, 19-й автобус летом ходит, потому что дачники, а зимой не ходят, несмотря на то, что там живут многодетные семьи, вот. Почему так происходит? Потому что формально летом дорога подходит под обслуживание общественным транспортом, зимой чудесным образом не подходит, там. Угу. И дело не в сезонности, там, и прочие факты, ну, то есть, какие-то вещи пока не решаются, но, как бы, а что-то получилось сдвинуть, потому что по-другому найти. Поэтому, я думаю, и здесь мы постараемся найти какие-то другие точки соприкосновения, и это как раз говорит о том, что мы, там, я тоже с вами, там, мы общались еще осенью о том, что если ничего не делать, ничего не произойдет, а если что-то делать, я сейчас говорю не про себя, а вообще про активность жителей, то есть нужно точно не молчать. Есть проблемы, нужно о ней говорить, но не из серии лозунгов мы сейчас выйдем на митинг, на демонстрации, предложение каких-то решений, что мы готовы сделать вот это, мы готовы сделать вот это, и будет что-то двигаться. И это, конечно, вот, это здорово, когда начинается что-то все-таки медленно, но поворачивается в эту сторону. Хорошо, 4 минуты у нас остается. Михаил Ковязин, депутат Кировской городской думы. Давайте поговорим хотя бы, ну, об одной, наверное, все-таки, да, успеем, теме, которую принесет нам Новый год. Вот, не знаю, как вы, но я с тревогой, да, отношусь к наступлению 2019 года, и не позволяют расслабиться многие вещи, которые там начнут действовать. Имея, в частности, так называемую мусорную реформу, вот на календаре уже 20 декабря, 19-го, вчера нам обещали сказать точно, сколько мы будем платить по новой программе, по новым планам, но мы пока не знаем. Можно я скажу, что вы до начала передачи озвучили дату 25-е число, вроде как, да? Ну, пока так дозвучили. Ну, слушайте, ну, как так может быть? Ну, вот он уже на пороге, Новый год и вся реформа. Согласны ли вы, в частности, с мнениями коллег-депутатов, Владимир Костин, лицеспекер ОЗС, высказывал предложение, вернее, высказывал мнение, что ему ничего не понятно в этой мусорной реформе, и он предложил, давайте на год это заморозим. Согласны с такой позицией или нет? Согласен, что очень много вопросов и непонятных мнений, потому что там выступление руководителя Куприта, который там оригинальный оператор. Игорь Крыса. Абсолютно верно. Который, к сожалению, не смог ответить там на... Вчера выступал на Гурдуме. Вчера, да, на Гурдуме. Из всех вопросов, наверное, он ответил процентов на 10, все остальное, он говорит, ну, это пока в процессе. В процессе не вопрос его компетенции, нет. Это действительно вопрос в том, что очень много недорешенных вопросов. Работа системы в целом. Да, и ряд регионов перенесли ведь решения. Есть такие примеры? По сути, да, есть. И насколько вот у меня так на память, это Курганская область, там, возможно, еще что-то есть. Потому что вопросов не... Определились только с тарифом за кубометр, но все остальное вопросов масса. И это только маленькая часть. Потому что площадки в ряде случаев не готовы, зима. Вопрос по санпинам, как они будут обустроены в зимний период времени, чтобы не возникли, не дай бог, там, крысы и прочее. Ну, потому что мы... Это в том числе в частном секторе нужно будет стать... Ой, там с частным сектором это вообще отдельный вопрос. Да, поэтому вопросов много. Действительно, больше вопросов, чем ответов. Поэтому, если бы это было в моей компетенции, я, безусловно, бы это решение перенес бы там еще на год, для того, чтобы спокойно решить эти вопросы в течение года. Хотя, повторюсь, еще раз говорю, в экономике региона, наверное, уже эта цифра условно заложена, поэтому бюджет в том числе предполагает, что это здесь. Поэтому, наверное, и не принимается пока решение переносия, потому что, еще раз говорю, это не компетенция уже городской думы, но, наверное, здесь вот с этим где-то связана неготовность принять решение. И вот это оттягивание процесса, это не... На мой взгляд, повторюсь, на мой взгляд, это не потому, что ждут, когда люди успокоятся, люди не успокоятся, а потому что ответов нет. И их решают вот в таком горящем порядке, потому что еще буквально недавно, там, общаясь с управляющими компаниями, у них точно такие же вопросы. Они и с ними не могут заключить договор, потому что нету стоимости тарифа. Значит, следовательно, осталось... Ну, закуп-то у нас РСТ определила все-таки? Да, но для населения-то нет, а управляющие компании в любом случае в тарифе должны предусмотреть какие-то... И в итоге у них вопросы точно такие же, там, в том числе про обслуживание площадок, чьи контейнеры, там, и поэтому в городе до сих пор чудесным образом исчезают ночью контейнеры, потом они как-то появляются, другие, там, раздельного мусора уже практически все контейнеры ушли, остались только одни. Ну, то есть, как бы, вопросов много, и это говорит о том, что, к сожалению, мы не были готовы, там, к этому процессу. Сейчас появилась юридическая возможность перенести. Поэтому, там, мое мнение, я бы, безусловно, перенес бы еще на год, но для того, чтобы прямо с января в этот процесс заниматься, и чтобы в течение года было понимание того, зачем это нужно, почему с метра брать с человека, и почему так брать. Потому что это тоже сейчас активно тема муссируется. И так как я еще, там, старший по дому, мне жители задают этот вопрос, что будет у нас, как бы, и ответ точно такой же. Никто не знает. Никто ничего не знает. И это, еще раз повторюсь, пугает и тревожит, да. Вот так очень быстро истекло время нашей беседы. Я так понимаю, что встречаться, ну, надеюсь, что встречаться и беседовать так активно, и открытым мы будем уже в новом, в 2019 году. Желаю вам успехов. Вы человек такой активный, драйвовый, я бы сказал. И очень хочется, чтобы у вас не покидало ощущение, что вы занимаетесь тем делом, которым вы занимаетесь, и вы на своем месте. Вот такое пожелание созрело напоследок. Спасибо. Всех с наступающим Новым Годом. До новых встреч. До свидания.